Группа петербургских художников вернулась из заграничной творческой командировки, которую они организовали без помощи турфирм, что может быть и вполне благоразумно, учитывая последние тенденции. Впрочем, подобные поездки редко предлагаются туроператорами. Главная цель была посетить самые живописные места севера Италии. Свои работы авторы вскоре представят на выставке. Одним из первых экспозиции увидел Павел Иршков. Ого! А что сейчас кисточкой? Раз, раз! Самые яркие эмоции на этих итальянских пленэрах фиксировались участниками необычного тура в эскизах. Кроме загранпаспорта в поездку обязательно нужно было брать холсты, кисточки и краски. Художники благодаря туру вернулись к идее русской художественной школы. Первые живописцы отправились в Италию еще при Петре Первом. Потом поездки стали регулярными. Сегодня творцы, как и их предшественники, вдохновляются старинной архитектурой и красками Италии. Раньше было правило, что когда дипломник заканчивал с хорошей оценкой диплом, и его посылали в Италию на 2-3 года. Ну, как бы повышение квалификации. Хорошие были традиции. Я бы хотел, чтобы они сейчас бы так и тоже сохранились, эти традиции. И все русские художники там именно проходили такую практику солнечную. Анатолий Анинков, потомок знаменитого царского генерала, в этой поездке был педагогом. Выпускник мастерской Андрея Мыльникова учил двух москвичек академическим приемам. Юлия и Анастасия впервые в жизни работали за Мольбертом. Теперь собираются в Петербург представить на выставке свой отчет о мастер-классах. Девушки и сами оказались запечатлены на двойном портрете профессиональной художницы Ольги Гончаренко. И писали они. С таким удовольствием мы настолько согревали нашу группу своей юностью, красотой, настроением и умом. По словам художницы, в Италии краски словно сами наносятся на холст. Рука строго подчиняется законам классической школы живописи. Особенно в городе Тарболе, напоминающем Венецию. Но расположенном не на берегу моря, а в лагуне озера Гарда. Сначала, скажем, я прокладываю дома. Нет, прежде я начинаю писать «Небо» с растяжкой. Потом закладываю дома. Общим планом сначала цветовые соотношения, да, и тональные. Затем я беру отражение домов. Вот оно соответствует. Игра отражения, да. Следующие слои, подробности какие-то, да. Творческая энергия явно захлестнула участников художественного тура. В названии городов и красок складывались стихи. Сиена в сиесту умбристит охриста красно-коричневым голографирует. Особый настрой появился у художников на берегах озера Тенна. Глубина горного водоема неизвестна, но благодаря большой массе воды, скалам и солнцу на глазах меняется цвет поверхности. С эскиза, созданного на месте, Анатолий Рыбкин написал монументальную панораму. Она пульсирует, эта вода. То есть вода, она не волнуется, но вот цвет пульсирует. Если бы вот только что здесь было, скажем, какие-то вот одни цвета, они куда-то ушли, помимо смешались с другими цветами, и получился уже третий цвет, и он безостановочно меняется. На полотнах художников возникали пейзажи Вероны, итальянского Тироля, с замками, аббатствами и домами с красными черепичными крышами, которые характерны для этой части Апенинского полуострова. Продолжительное путешествие, спланированное петербургскими галеристами, обошлось без эксцессов и недорого. Результатом арт-поездки станет выставка, которая наглядно расскажет об альтернативном отдыхе для тех, кто хочет привезти из поездки не банальные фотографии, а настоящие произведения искусства. Павел Рыжков, Александр Григорьев, Александр Гусев, Валерий Савинский, НТВ Петербург. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова